Алексей Валентинович – человек увлечённый. Познавая новые техники и развиваясь как мастер по дереву, он создавал детали для мебели в стиле барокко из реликтовых пород деревьев. Иконостас из богатой объёмной резьбы – это обурец, словно из зимнего дворца, покрытый золотой потайлей, и всё это без единого гвоздя. Его новым увлечением вместе с женой стали пряничные доски для создания главного лакомства на Руси – печатного пряника на меду в уникальном Владивостокском репертуаре. Так и делались они хранителями старинного русского промысла. Не любое дерево подойдёт для пряничных форм. Дерево должно быть податливым руке мастера и, что самое главное, не ядовитым. Эскиз железнодорожного вокзала, где прорабатываются тонкости, где и что должно выполняться, насколько утапливается, и всё это начинает резчик уже выполнять. В руках мастера за несколько часов брусок превращается в готовое изделие. У Алексея Валентиновича своя пряничная мастерская. Наталья Юрьевна рисует эскизы, а он придаёт дереву форму. Самое главное в изготовлении печатной пряничной формы – это техника безопасности, ведь работаем мы с холодным оружием. Алексей Валентинович, подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю? Вот так, да? Спокойно ведём резец. Материал у нас липа. Материал очень мягкий. Правда, очень мягко идёт нож. Да, совершенно верно. Мы сейчас формируем форму, да? Основную форму. Основная форма. Выбираем поверхность, чтобы потом, затем, можно было выполнять контролефную резьбу. Эти доски осталось зашлифовать и промаслить, тогда уже можно делать пряники. Выпечка тоже своя, рецепт не похож на остальные. Нужный вкус искали методом проб и ошибок, а теперь все ингредиенты прописаны с точностью до грамма. Авторские сувенирные пряники представлены на этом стенде. И секрет – это сухие духи, которые добавляются вот именно в пряники. Это такая редкость встретить семью, которая занимается одним делом. Расскажите секрет вашего семейного счастья. Очень большую роль сыграло в нашей семейной паре именно увлечение одним делом. Это самое главное, я думаю. Потому что без этого, ну, редко такой случай. Я знаю, что, в общем-то, в семье обычно один увлекается, второй созерцает. Вот так знакомились с выставкой, а открыли секрет настоящего семейного счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова